На сегодняшний день российская армия отступает на Запорожском-Херсонском направлениях. В СУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. То руководство Минобороны, оно тщательно обманывает президента. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат противника. Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая, 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Какая внутренняя смута, смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолёты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Всё, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова